доброе утро коллеги сегодня я начинаю свой обзор от стен кремля астраханского кремля я думаю что очень такая позитивно на такой позитивной ноте начнем сегодня обзор итак первый инструмент который я рассматриваю это газпром базовый актив и так что же у нас здесь произошло произошел тест уровне 121 и произошел откат что же дальше ждать я считаю что на этой неделе будет еще тест уровня 117 но тест этот уровень должен быть с образованием разворотной модели очень сильно разворотной модели для дальнейшего восходящего продолжение восходящего движения восходящее движение будет ограничено по времени это будет связано с дивидендной отсечкой вот поэтому вот этот момент можно будет поймать и немного заработать так больше пока никаких идей здесь нет но я как уже говорил остаюсь в покупках по газпрому больше пока идей по этому инструменту нет переходим к срочному рынку срочный рынок представлен значит нефтью бренд фьючерсом на нефть бренд вчера после вот такого резкого отскока первая половина дня до клиринга видите цена все-таки ушла ниже уровня 50 по этому инструменту я не взял шарты вот но тем не менее тем не менее вот идет такая вот проторговочка она говорит может говорить о чем накопление объема для дальнейшего движения в сторону юга то есть снижение если посмотрим на 60 минутный график тенденция сохраняется то есть 50 уровень не дал шансов зайти дальше в лонг то есть остается по тенденции работы то есть работать по тренду вниз остановка может быть но первая остановка я считаю что будет 48 5 вот здесь вот от этого уровня уже в начале мая отскакивала цена поэтому здесь нужно рассматривать небольшую остановку опять же в течение дня может конечно еще тестировать уровень 50 но основной так скажем движения основной движения считаю что будет завтра на запасах поэтому сегодня может быть продолжится боковая динамика по этому инструменту такая же боковая динамика и в доллар-рубле 5-минутный график цена остается практически посередине уровень 57 56 500 тоже никаких движений нет если даже переключимся на 60 минутный график 60 минутный график также показывает боковую динамику которая говорит о чем о накоплении какой-то энергии энергии накапливать сложно сказать в какую-нибудь сторону уровень 56 500 несколько раз выступал как уровень поддержки можно рассчитывать на стремительно такой отскок выше уровень 57 но не стоит забывать и о уровень 56 500 если он несколько раз выходил выходил выступал как уровень поддержки не факт что следующий раз он выступит также как поддержки поэтому здесь пока боковая динамика никаких идей нет остается прежний уровень 57 56 500 от них работать я буду если цена подойдет вот по ртс я вчера получил один стоп лосс и один тейк профита от 104 800 заходил и 104 тысячи я закрыл позицию на окончании дневной сессии больше я не заходил то есть как я и говорил у меня одна ланговая позиция была 105 так как показали что идет закрепление выше уровня 105 вот но со стопом меня выбило и затем я уже от 104 800 заходил в short то есть план шартовый план и тест уровню 105 отработался небольшой стоп получил ну следующей сделкой все это отработал сегодня что же ожидаю я считаю что дальнейшее нисходящее движение может продолжиться так как нефть пока в раздумьях и тоже ниже 50 ниже 50 закрепляется я думаю что и ртс пойдет но я закрыл на вечерней сессии позицию поэтому я без позиции вот если посмотреть вот на 60 минут на графе также видите 105 остается уровень не пробитой также вот ложный пробой произошел плюс ко всему уровень и плюс аномально большая свеча даже две трети не был переписан этой свечи поэтому дальше я считаю будет плавно такое нисходящее движение но опять в течение дня может быть какие-то придут новости которые помогут остановиться на и на текущих уровнях падения остановить и дальше развернуть до 105 поэтому здесь рассмотрим только шарты к сожалению текущий уровень для меня не привлекатель по той простой причине 105 очень далеко стоит уровень и поэтому если даже с текущих уровней ставить то есть заходить то стоп здесь очень большой получается поэтому здесь я только от 105 буду работать сейчас рассмотрим дневной график ртс а дневной график ртс а как я уже говорил 3 свеча должна быть то есть модель трехдневный разворот состоит из трех свечей но к сожалению 3 свеча не дала никаких результатов то есть это получилось не трехдневный разворот от просто отскок поэтому модель считается не несформирована и соответственно это работа то есть тенденция будет продолжаться на снижение пока здесь это эту свечу я не беру начала дня потому что она только только начинает формироваться по закрытию только ориентируясь на дневном графике поэтому здесь дальнейшее снижение тем более 105 уровень был протестирован как уровень сопротивления цена пошла дальше нас следующий фьючерс на акции газпрома также как и базовый актив основной таки 5-минутный график тоже боковая динамика попытка с утра на протестировать уровень 12 150 но не привел ни к чему хорошему боковик остался 60-минутный график тенденция сохраняется но уже последние несколько дней выходит объем который при нисходящем движении выходит на мой большой объем который и немного сдерживает дальнейшее движение направлением юга я считаю что ближайшее время будет формироваться скажем сигналы на покупку опять же это будет связано с видеть на отсечкой не больше не меньше то есть кратковременный характер будет иметь но пока я здесь вне рынка двенадцать листами не уровень от которого я буду работать здесь пока нет никаких сигналов по сбербанку тест произошел уровень 15000 как ведь вот но по нему я не заходил так как а то был пройден и поэтому я не заходил по этому инструменту от 15000 сегодня уже буду рассмотреть на продажи так как тест произошел закрепление произошло ниже уровня 15000 и сейчас тест идет уровня 15000 как у нас против но опять же опять же это начало дня то есть первый час возможно будет и пробой уровень 15000 и закрепление выше поэтому здесь я буду рассматривать 15000 очень привлекательный уровень для того чтобы поработать от него что касается 60 минутного графика на 60 минут на график также видеть тенденция сохраняется на снижение и даже вот утренний рост утренний рост полностью первые две свечи часовые полностью был нейтрализован медвежьими свечами и пока не выпускают медведи ситуацию из-под контроля то есть идет проторговочка и накопление объема ниже уровня 15000 поэтому здесь рассматривать также шарты по этому инструменту у меня собственно все если есть какие-то вопросы коллеги то постараюсь ответить друзья ваши вопросы анатолий оренбург пишет вчера на 8 процентов удалось взять сейчас по боллинжеру раз торговка идет пари так что входить по таранам уже через 15 минут может через час согласно с этой логикой оренбург в принципе я побольше не торгую если у анатолий есть статистика торговли и может на результат почему бы не я понял спасибо спрашивает майсекс индекс у меня сейчас не представлен индекс я запишу можем посмотреть это завтра в обзоре хорошо пожалуйста какие ваши вопросы какие планы активности на летний период будете активно набирать или до осени процесс отложите порфель меня сформирован по акциям я пока остаюсь в акциях докупаться не собираюсь по ним то есть портфель сформирован буду держать до 9 отсечки и некоторые акции до осени будут держать вот по активной торговли активной торговли на своем счете будут торговать на инвесторских счетах с 1 июня по 1 сентября я торговлю прекратил чем был заранее всем озвучен то есть проинформирован то есть так сказать летние месяцы отдыха инвестор будут уезжать отдыхать то есть я на этих счетах торговать не будут 3 месяца вообще все-таки три месяца большой срок по разу разном собственно понимают в основном понимаю ясненько понял давайте остановим демонстрацию рабочего стола у меня вопрос сегодня был астраханский кремль у нас заставки что интересного в астрахани что понравилось чем запомнился этот город во первых астраханский крем во вторых родина надежды бабкиной также показали памятник счастливой семье лукойловца очень такой интересный памятник счастливой семье самое главное это город скажем красиво интересно много очень исторических таких памятников достопримечательностей которые в хорошем состоянии отреставрированы идет реставрация мы сам кремль конечно последний раз я был в этом кремле примерно где 28 лет тому назад но тем не менее сильно отличается атеистический кремль от текущего потому что сейчас там держит действующий храм есть уже открыт а тогда ну состояние тоже хорошее было но достаточно как сказать больше сейчас интересно больше памятников открыто то есть церквей и храмов и остальных сопутствующих объектов более интересно стал может быть повзрослее конечно что через 28 лет запоминающийся но тем не менее я все эти достопримечательно помню я понял вас спасибо валерий но отлично коллеги кто не был еще в астрахани пройдитесь по местам боевой славы валерия мартынова он говорит что это интересно 20 лет 28 лет опыта друзья в этом процессе две эпохи две эпохи извиняюсь что перебил две эпохи советской российской по советской понятно скажите почему в этом мире нет справедливости вообще никакой вот смотрите я объясню что я имею ввиду вот вы только что сказали что вы останавливаете торговлю инвесторов на три месяца моя первая мысль сейчас все инвесторы поразбегутся но что мы видим жизнь мы видим жизни в 10 21 людмила в чате пишет валерий как попасть к вам как инвестор такая даже русская душа как вы это объяснять только вот своим обаянием и харизмой вот я только так считаю больше потому я же объяснил что у людей будут отпуска и чтобы они не нервничали не волновались все равно как-то это в чужих руках возможно спокойно будут отдыхать и я буду спокойно я буду на своем счет конечно работать подождите вы хотите сказать что любила положится свои инвесторские деньги вам на счет и поедет спокойно отдыхать ровно с таким успехом поскольку вы не будете торговать она может положить деньги на мой счет людмила положить мой счет отдыхать нет тут вопрос какой как попасть в инвесторы еще не говорит о том что будет инвестор она будет инвестором я-то знаю я-то знаю каждому из наших участников больше это очень крупный инвестор поэтому она так скромно пишет людмила когда это серьезно очень человек и там сказать серьезные объемы вот поэтому напишите ссылочку даже не дайте пожалуйста валерий свой skype и email людмиле вода конечно и людмила говорит о слушайте у вас дела пошли на слушайте прямом эфире трейд тв дела валерия мартынова резко пошли в гору что значит грамотно съездить в отпуск людмила пишет мне ответьте пожалуйста я как раз к сентябрю и положу если хотя бы процентов 10 положит валерий будет чем поторговать да конечно я оставлю все координаты игорь николаевич или в чат скинув как удобно в чате я думаю людмиле прямо дайте чтобы начать конечно можно и вопрос вопрос спасибо людмила за доверие я думаю что с валерием мартыновым вы это сказать не промахнетесь как инвестор абсолютно точно значит лариса булатова екатеринбург спрашивает валерий если сбер будет падать от 15000 какой следующий уровень остановки следующий уровень остановки я не озвучил но это минимум от апреля это примерно уровень 14700 так вот где-то 14600 если дальше падать ниже к сожалению у меня склейки здесь нет но пока этот уровень нужно или протестировать или пробиться запрепить уже это уже я собственно могу показать демонстрация крана давайте . вот 14600 14700 то есть минимум апреля нас или подойдет еще раз или же пробьет и будет закрепляться вся интрига на уровне 15000 прав хорошо спасибо валерий николай мартынов магнитогорск хочет вопрос задать николай заходите заходите включайте камеру микрофон здравствуйте расти валерий здрасте делать добрый день приветствую по инвестор портфелю такие акции у вас портфеля я знаю что тоском и еще интересно я хочу уточнить и повторить я не беру акции по дивидендам вообще на них не смотрю почему потому что я уже объяснял то что если взять конечно на самом дне и хорошие пройдет цена дивиденд ну цена хорошее движение пройдет и плюс дивиденды там там уже дивиденд на отсечки а дивиденд на отсечки идут цена падает на такую сумму или большую даже плюс ко всему доходов с дивидендов с вас еще 13 процентов удерживать то есть вы например по газпрому 8 804 по моему там рубля за акцию а минус налог еще 13 процентов у вас вот то есть меньше поэтому я чисто беру про техники и садки расчетом на рост чисто спекулятивно но если цена очень редко когда совпадает что там дивиденды подходит цена я могу оставить но это второй основном третий шагом первые шагом я не оставляю дивиденды я его до дивиденды дивиденды отсечки продаю спектр достаточно большой спектр у меня акции это я бы как я говорил уже 70 акций около 70 акций несколько акций я уже закрыл в основном а нефтегазовый сектор финансовый сектор также другие сектора есть почти все глупые фишки я ставлю понял вас валерий спасибо большое николай вам за ваш вопрос спасибо за ответ валерий валерий машина трейдер из ульяновска летом торговать не будет все денежки отправляйте ему спокойно отдыхайте а в сентябре с 1 сентября с этими силами и начнем торговать спасибо огромное валерий за ваш обзор вам хорошего дня удачи на спасибо за внимание коллеги до свидания до завтра встречаемся в это же время в том же месте договорились